ассалам алейкум есть такой вопрос что шиизм говорит о речи аллаха и о каране она сотворена или нет я читал оппозиции мутазелитов и суннитов в чем не правы сунниты или мутазелиты желательно объясните подробнее давайте начнем с того вообще что есть речь аллаха каждое течение по-своему толкует речь аллаха например сунниты когда мы говорим сунниты мы имеем до хамболиты да классический хамболит если хотите они под речу под речу аллаха понимают слова то есть то что произносится эти звуки которые произносят и которые имеют смысл они это называют речи аллаха и предложение которые мы обнаружим в скрижали ах в книгах в переплетах и так далее они это называют речи аллаха и вне всякого сомнения совершенно очевидно что это сотворено это сотворено ну например абул хасан аль ашари утверждает что речь аллаха делится на два вида он говорит лафзи и нафзи то есть словесная речь и и духовная душевная речь если хотите есть переводить вот так лафзи это то же самое что мы чуть чуть раньше объяснили то есть слова от предложения звуки и так далее и даже некоторых амболит обратите внимание вообще бумагу саму или саму материю на которой эти слова написаны из аяты священного корана написаны или даже переплет они порой назвали речи аллаха и говорили что это не сотворено что является несотворенном но это конечно же абсолютно абсолютно абсурд совершенно понятно что эти звуки эти слова все это сотворено все это и сотворено всевышнем это является творениями аллаха но если говорить допустим абул хасана шаре он говорит что есть некий нафси душевная речь но вообще представить себе и понять что такое душевная речь крайне сложно вообще непонятно что он имеет что значит душевная речь речь идет о знании аллаха а знание аллаха знание аллаха есть сам аллах аллах и отделим от своего Его знания есть он сам, они неотделимы друг от друга. И поэтому знание Аллаха является несотворённым, извечным является, само собой, разумеется. Но, как правило, речью это не называется. То есть есть, допустим, ещё третья группа людей, в основном это философы, которые говорят, что творение Аллаха также является речью Аллаха. Ну, естественно, здесь уже никаких разногласий нет. Естественно, что все творения сотворены, они не являются извечными. То есть это тоже, допустим, некоторые пророки в священных текстах названы речью Аллаха. Речью Аллаха. Они являются сотворениями. Они сотворены. Они названы речью Аллаха, но они сотворены, некоторые пророки. Они не являются извечными. Поэтому шиитская позиция заключается в том, что речь Аллаха сотворена, она не извечна. Знание, под которое можно подвести вот это вот каламинавси, которое есть у ашаритов, оно, конечно же, не сотворённое, оно является самим Аллахом. И здесь также возникает вопрос. Когда мы говорим о речи Аллаха, это сам Аллах или что-то помимо самого Аллаха? Если эта речь является самим Аллахом, то, конечно же, это не сотворённое, оно извечное. Но если это что-то помимо самого Аллаха, значит, что есть не сотворённое помимо самого Аллаха. А это уже приводит к дуализму. Это уже как минимум дуализм. Поэтому шиитское понимание калама — это вот слова, какие-то вещи, которые повествуют о каких-то смыслах. Да, шиит может и творение воспринимать как слово Аллаха. Его пророков может воспринимать как слово Аллаха. То есть всё это мироздание является словом Аллаха, ибо повествует о чём-то, повествует о величии Аллаха. То есть это качество слова. Слово о чём-то повествует, что-то до нас доносит. Поэтому всё творение Аллаха является речами Аллаха. Это речь Аллаха. Почему? Потому что повествует о его знании, о его могуществе, о его доброте, о его великодушии, о его милосердии повествует и так далее. То есть о его качествах, о его величии, о его красоте повествуют все эти творения. Поэтому с точки зрения шаизма всё это является келамом Аллаха, речью Аллаха, точно так же, как и священный Коран является речью Аллаха, но всё это сотворённое, не является извечным. Субтитры создавал DimaTorzok